Доброе утро, дорогие зрители! Вы смотрите «Наше утро». Сегодня 20 июня. Рабочая неделя только началась. А в студии вас радовать приятными новостями и встречать замечательных гостей. Сегодня буду я, Евгения Монакова. Начну, конечно, по традиции с радостной новости. Сегодня буду радовать все молодые семьи города Благовещенска, потому что именно вы можете поучаствовать в конкурсе «Молодая семья-2022», которое проводит городское управление по физической культуре, спорту и делам молодежи. Для того, чтобы стать участником этого конкурса, вам необходимо подать заявку до 30 июня с портфолио, а также каким-нибудь видеороликом или презентацией, где вы расскажете о достижениях своей семьи, о том, насколько вы замечательные, активные люди, какие у вас взаимоотношения, и после этого вы уже сможете принять участие в самом конкурсе. Почему же я так агитирую вас принять в нем участие? Да, все просто, потому что за первое место самой замечательной семье подарят 45 тысяч рублей. Это получат победители. Ну а дальше по убыванию 35 тысяч рублей и 20 тысяч рублей за второе место. Поэтому не теряйте возможности, подавайте заявки, будьте активными. Может быть, повезет именно вам. Ну а мы переходим к анонсу событий, которые вы сможете узнать далее в нашем эфире. Итак, о событиях сегодняшнего дня, которые произошли в Преамуре в разные годы, расскажем сразу после выпуска новостей в рубрике «День в истории». Какому медику вы хотите сказать спасибо? Жители Благовещенское, не раздумывая, называли врачей, которые им помогли. В первой половине дня успеха, во второй избыток эмоций, предупреждают астрологи. Гороскоп во второй части программы. В завершение будем говорить о каллиграфии. Екатерина Осипова расскажет, какие правила необходимо соблюдать, чтобы освоить красивое написание букв. Ну а сейчас мы ненадолго прервемся, потому что коллеги из службы новостей уже приготовили свежие материалы, которыми спешат поделиться с вами. После этого «Наше утро» продолжит свой показ в эфире. До встречи! Доброе утро всем, кто к нам только что присоединился. И благодарю тех, кто остался с эфиром «Нашего утра». В студии сегодня для вас работает Евгения Монакова. И по традиции в это время я начну рассказ о праздничных датах. Сегодня действительно есть кого поздравить. В частности, если вы дружите с мотоциклами или дружите с мотоциклистами, то обязательно поздравьте их сегодня. И предложите очень интересно отметить день мотоциклиста, который сегодня отмечается. Вообще, Всемирный день мотоциклиста появился 22 июня 1992 года, когда сразу несколько энтузиастов в нескольких странах оставили свои автомобили в гаражах и пересели на мотоциклы. На них и отправились на работу. Таким образом, этот праздник, который назывался «На работу на мотоцикле», если буквально переводить его с английского языка, вдруг постепенно трансформировался в день всех мотоциклистов. Поэтому можете сегодня смело пересаживаться, несмотря на погоду на мотоциклы, и вот так вот кататься весь день, говоря, что вы отмечаете этот прекрасный праздник. Продолжу рассказ о праздниках Всемирным днем защиты слонов в зоопарках. Почему этот день появился? Потому что, я думаю, для многих не секрет. Дрессировка слонов зачастую сопряжена с какими-то очень неприятными приспособлениями, травмирующими животных. И, в принципе, отношение к ним в тех же зоопарках не всегда гуманное. И вот поэтому энтузиасты, защитники животных, предложили 20 июня устраивать такой Всемирный день защиты слонов в зоопарках, и в этот день они проводят обучающие семинары, лекции и рассказывают о том, как непросто животным приходится в таких условиях. Еще сегодня отмечается Всероссийский фестиваль воздухоплавания «Живой воздух». Вообще проходит это зрелищное мероприятие в Республике Коми. Но в России есть тоже такой фестиваль, и он проходит с 2017 года в Финно-Угорском этнокультурном парке. Я уверена, что это действительно потрясающее зрелище. И если у вас есть возможность туда попасть, то обязательно это сделайте, потому что раз в год туда съезжаются все рожденные летать, потому что каждый в этот день может подняться на воздушном шаре, совершить вот такой красивый полет. Это действительно потрясающе. Еще 77 лет назад, в 1945 году, именно в этот день, оказывается, произошло еще одно важное событие. В Москву из Берлина было доставлено Знамя Победы. Поэтому этот день, он вошел в историю именно как вот такой вот праздник, который вы тоже можете сегодня отметить. И еще из неофициальных праздников. Именно сегодня отмечается Всемирный день Wi-Fi. Представляете, что мы раньше делали без вот этой беспроводной связи? Сейчас даже представить себе сложно, как жить без Wi-Fi. Вот сегодня можете лишний раз вспомнить создателей этого прекрасного изобретения добрым словом. Но на этом празднике, естественно, и значимые даты не заканчиваются, потому что у нас есть еще прекрасная рубрика «День в истории», где мы рассказываем обо всех памятных датах, которые произошли в истории Преамурья. Давайте посмотрим. В 2005 году в Преамурье прошел фестиваль гитарной песни. Он состоялся в Ивановском районе. В палаточном городке собрались около 30 амурских бардов. Они посетили мастер-класс и приняли участие в галоконцерте, организованном в Доме культуры села Ивановка. В 2011 году в Благовещенске агитировали за здоровый образ жизни. Слет проходил два этапа в районе Белогорье. Члены клуба, соратник ударили спортом и лекциями по табаку и алкоголю. Они рассказывали желающим, как бросить пить и курить. В 2012 году депутатов из Китая впечатлил амурозавр. Парламентариям показали кости мамонта, амурского динозавра и другие экспонаты Палеонтологического музея Благовещенска. В областной центр Преамурья 23 гости из КНР прибыли с ответным визитом. Делегацию впечатлили размеры обитавших на амурской земле ящеров и амурозавр. В этом же году рядом с границей с Китой археологи нашли древний кувшин. Его обнаружили на горе Шапка, которая находится недалеко от Паяркова. Как отмечают специалисты, на территории современного Преамурья свои жилища обустраивали джурчени. Найденный предмет быта, по мнению археологов, относится к эпохе Мохэ. Это примерно 7-8 век. В 2013 году в Амурской области почувствовали землетрясение, произошедшее в Китае. Подземные толчки в 2-3 балла ощущались в нескольких районах Благовещенска. По данным Зейской сейсмостанции, землетрясение началось в 19.06. По информации ГУ МЧС России по Амурской области, эпицентр землетрясения магнитуда 4,6 находился на севере-востоке КНР. Подземные толчки также ощущались в Свободном и Шамановске. Жертвы разрушений не было. В 2015 году на стадионе Амур рассыпали полтонны сухой краски. В Благовещенске состоялся фестиваль красок Холи. Желающих разукрасить себя и все вокруг ждали на стадионе Амур. Около часа на сцене играл диджей. Для гостей организовали конкурсы, выступали благовещенские рок-группы. Все желающие могли сделать пожертвования в фонд помощи животным «Горячие сердца», оставить автограф на стене мира. В 2016 году в Благовещенске прошел второй этап дальневосточных соревнований по судомодельному спорту. Место проведения – Затон Зеи. Несколько дней различные модели кораблей обораздели просторы водоема. Участвовали в состязаниях 9 команд из Благовещенска, Рачихенска, Тынды и Хабаровска. 19 июня в России все медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник. Мы прекрасно осознаем, что нет таких слов, которые могут выразить нашу признательность тем людям, которые в ежедневном режиме спасают чьи-то жизни. Это действительно не так просто – ответить как-то добрыми словами, которые смогут передать эту благодарность. Но мы, тем не менее, с корреспондентами попытаемся это сделать. Потому что они вышли на улицы Благовещенска и попросили жителей города сказать, каким врачам они благодарны. Вот давайте узнаем ответы. Вот я попал к кардиологу по судьбе своей. Ну, большое спасибо. Найденов Александр Валерьевич. Кардиоцентр. Он как-то вам помог? Да, конечно. У меня были проблемы с сердцем. Я в него обследовалась. Мне давали направление. И меня прооперировали в Новосибирске. Стефанович – это терапевт. Думаю, пройти операцию на глазах. Она отнеслась. Ну, участливо. Бондаренко Юлия Викторовна. Очень хороший врач-кардиолог. Артеменкова Наталья Анатольевна. Наш терапевт. Огромное ей спасибо, потому что он все умеет и все знает. Всем спасибо медикам, что они нас принимают. Проходим комиссию. Все это как бы. Татьяну Сергеевну. И всех-всех-всех врачей, медиков и всех медицинских работников. Всем здоровья, благополучия и мирного неба. Летом не доставляет огромное удовольствие представлять вашему вниманию вот эту рубрику. Потому что именно летом прогноз погоды все-таки наиболее стабилен. И даже если есть небольшие осадки, то это точно не испортит нашего настроения. Я более чем уверена. Поэтому давайте посмотрим прогноз погоды. Лето – прекрасное время для холодных напитков и холодных супов. Какой холодный суп, знаете вы? Я не знаю, что вы сейчас ответите, конечно. Но могу только догадываться. Самый любимый холодный суп в России – это, конечно же, окрошка. И мои коллеги Валентина Абрамова и Влад Сдидонис знают очень интересный рецепт этого блюда. Сейчас они вам его сами представят. Давай приступать. Держи полотяжку. Да, основные ингредиенты у нас есть. Картофель, огурчик, редисочка, яйцо, колбаска получается. И зеленуха. И зеленуха, да. Ну, прекрасно. Давай начнем с картофеля, потому что, ну, это было очень просто. Вот он, тот аромат, о котором я говорю. А-а-а. Совершенно по-другому пахнет. Вот мне кажется, благодаря этому и приобретается тоже вкус. Здесь немножко. Вкус. Интересно. Поехали работать над кубиками красивыми. Давай, я надеюсь, у нас получится. Поехали. Для меня самый важный ингредиент в окрошке – это редис. Именно, потому что только начинается сезон редиса, сразу ассоциация с окрошкой. Я не совсем понимаю тех людей, конечно, которые делают окрошку без редиса. Я считаю, он один из самых главных ингредиентов. Чуть ли не самый главный, по моему мнению. Конечно. Я тоже очень люблю редисочку, поэтому. Смотрите, получается, для того, чтобы окрошка была такого чуть-чуть желтоватого цвета, интересного вкуса, вот нужно сделать вот так. Два или три желтка. Запускаем. И добавляем немножко горчицы. И все это перетираем. Чтобы весь вкус и аромат укропа, нужно его подсолить. Аромат, когда сочетание вкусов уже чувствуется. И огурчик. Аромат лет. Ничто так не пахнет, как окрошка. Да, аромат лет. Приступаем к колбаске и клейцам. Да, давай. Кстати, колбаса, да, это самый простой продукт, который можно использовать в окрошке. И быстрый, и, наверное, более экономный вариант. Но, вот лично моя свекровь, допустим, готовит только на мясе. Причем делает это в миксе. То есть, получается, и курочка, и говядинка очень вкусная. Трежет мясо? Да, бывает и свининку. Ну, как попадает. Но два минимум точно. Ну, такого я еще не слышал. Я же не спросил, к какому типу людей ты относишься. Окрошка на квасе или же окрошка все-таки на кефире, на сыворотке? Я тебе открою секрет. Давай. Мне больше нравится вариант на сыворотке, тоже с применением кефирчика. А вот в детстве моя мама готовила 10-ти литровое ведро окрошки на колодезной воде с уксусом и со сметанкой. Ничего себе. Да, ну, там майонез или сметанка, но, понимаете, 10 литров окрошки. Я предлагаю сделать сегодня два варианта. Мы попробуем и на квасе, и на кефире. Самые популярные такие. Да. С минералочкой. С минералочкой обязательно. Все, я закончила. А, ну все. Все, друзья, у нас нарезка прошла очень успешно, тем более под присмотром целых трех котафеичей. Колбаску когда начали нарезать, да? Тут-то да. Аромат пошел. Но своих котов я колбасой не кормлю, стараюсь не кормить, так только. Они у тебя породисты? Ну, конечно. Бабушка, бабушка фея у нас, вот, Чейз, Стефания, да, Стефания у нас вообще красотка. Ну, соответственно, окровку они тоже есть не будут. Ну, не будут, но попробовать бы, я думаю, хотели. Все, самое классное начинается. Сейчас будем заправлять. Смотри, я предлагаю тебе сюда минералки. А сначала кефир, да, сначала кефир, потом разбавим минералки, сколько нужно будет. А я сюда сразу класс. Все, поехали. Звук этот просто божественный. Кстати, порой вот, чтобы более быстро использовать, можно айрантан использовать тоже. Неплохие варианты, они уже готовы. Кто-то добавляет сметану. Да, сметанку, майонезик. Ну, мне кажется, не надо, потому что здесь квас разойдется вот с тем перетертым яйцом с укропом. И будет очень вкусно. А сегодня мы приготовили два варианта окрошки. Ингредиенты одни и те же, только заправка другая. Здесь квас хлебный белый, здесь минералка и кефир. Вариант для спортсменов, наверное, для тех, кто предпочитает более низкую калорийность. Ну, а здесь пожирнее. Ну, все. Красота? Лапути какую? Беленькая, пожирнее. Я понял. Ну что, лето в каждой тарелке. Поэтому приятного аппетита. Нам. Да, то уйдем вам тоже. Славка, бери. Красота-то какая. Ля-пота. Она самая. Сейчас настало время новостей на Амурском областном телевидении. О самом важном, интересном и актуальном расскажут мои коллеги. После этого мы вернемся в студию нашего утра. Поэтому не переключайтесь. Спасибо большое, что продолжаете встречать это утро. С нами в студии сегодня для вас работает Евгения Монакова. И я постараюсь сейчас как-то озвучить наиболее приятно гороскоп от нашего астролога. Посмотрим. Сегодня первая половина дня действительно будет достаточно благоприятно для любых дел, которых можно проявить творческий подход и фантазии. Успех будет сопутствовать тем, кто учится, несмотря на то, что сегодня летом. Может быть, у вас какие-нибудь курсы. В общем, имейте в виду, что сегодня самое время учиться. Удастся быстро запомнить любую полезную информацию, проанализировать ее и сделать правильные выводы. Это время подходит для делового общения, потому что есть шанс найти общий язык с самыми разными людьми. Сложности начнутся только во второй половине дня. Не всем удастся сохранить душевное равновесие. Но если вы справитесь со своими эмоциями, то тогда сможете решить любые важные задачи. А сейчас подробный прогноз для каждого знака зодиака в отдельности в нашем эфире. Овны. Сегодня есть возможность подумать, помечтать и отдохнуть в одиночестве. Ожидания не привели ни к чему, поэтому срочно меняйте тактику поведения. Да и мышления, чтобы уж наверняка. Птицы. Чтобы не оказаться в неприятном положении, не спорьте со старшими родственниками. Не исключено крупное и дорогое приобретение. Вечер посвятите отдыху на природе. Близнецы. Если вы решите держать все под контролем, то потеряйте время. Нужно иногда расслабляться и плыть по течению. Особенно, если вся работа выполнена и впереди отпуск. Раки. Звезды рекомендуют вникать не только в личные, но и в чужие планы. Если кого-то нужно поддержать, то пожертвуйте временем. Это того стоит. Ограничьте нахождение на солнце. Львы. Сегодня далеко не все будут соглашаться с вашими решениями. Это вас не только возмутит, но и насторожит. Может повернуть деловую линию в иное русло. Откажитесь от перелетов, застолий и дальних поездок. Девы. Только планомерное течение поможет выплыть в продуктивное русло. В личной жизни срочно переходите от слов к поступкам. Не стоит гонять воздух, если обещания все равно не можете выполнить. Весы. Ваши беспокойства по поводу финансов ни в чем не оправдываются. Все вполне объяснимо. Вы тратите немыслимое количество денег. Пора перейти в режим экономии, чтобы не влезть в долги. Скорпионы. День многообещающих перспектив, но только при условии, что вы проснетесь ни свет ни заря. Ни одно предложение, проект и выгодное сотрудничество от вас не ускользнет. От инвестиций лучше отказаться. Стрельцы. Активный, но утомительный день. Вас будут дергать по любым вопросам. А говорят, что незаменимых людей не бывает. Только не переносите вашу уникальность на отношения с любимым человеком. Козероги. Всплывет масса вопросов, ответы на которые вряд ли наидутся. Но попытаться нужно. Напрягите память и проанализируйте информацию. На Амурном фронте не только баталии, но и проявление нежности. Водолей. Звезды обещают примирительный денек. Но это коснется не людей, а ситуаций, с которыми вам предстоит смириться. Зато эффект от такого поворота будет ошеломительный. Столько перспектив вокруг. Рыбы. Вы будете докапываться до каждой мелочи. Только потом не жалуйтесь, что кто-то из друзей редко звонит. Огромное значение будут иметь деньги. Без них не сдвинуться с места. Те, кто учились еще в прошлом веке в школе, наверняка помнят вот эти вот красивые уроки чистописания, когда все детки в начальной школе аккуратным почерком вводили буковки. Сейчас, мне кажется, уже это как-то кануло в лето. Но, тем не менее, появились очень интересные понятия. Мы и не знали тогда, учащись в школе, что мы, оказывается, каллиграфией занимаемся, а не просто так красивые буковки пишем. А у нас сегодня находится специалист в этой области, в нашей студии. Поэтому представляю Екатерину Осипову с огромным удовольствием. Она каллиграф и леттерер. Вот так вот. Здравствуйте, Екатерина. Как звучит красиво, да? Даже слова эти изящные. Не говорю уж про то, как изящные буквы, написанные вот таким аккуратным почерком. Давно вы этим занимаетесь? Я начала этим заниматься с 2017 года. Стаж уже большой. Ну, достаточно. А в 2020 году я начала заниматься каллиграфией острым бюром. Это уже немножко другое направление. Все поняла. Вообще, вы же когда-то это увидели первый раз, и стоял вопрос, наверное, а где учиться? Потому что у нас-то в городе точно не было специалистов в то время. Я увидела в интернете. Меня это очень вдохновило, заинтересовало. И я взяла онлайн-курс. И первый онлайн-курс, второй. Так затянулось. Вот там что было? Вот это вот? Это именно... Нет, это каллиграфия острым бюром уже пошла. Вот такие вот композиции. Вот такие вот работы, да? Какие-то красивые. То есть леттеринг – это композиции из слов, букв и декоративных элементов. То есть, по сути, такая вот картина. Сейчас любят такие постеры покупать, да, люди? Действительно, это уже направление известное. Но тогда, наверное, в 2017-м все-таки на вас смотрели так... Это было немножко что-то странное, да? Да, да, да. Ну, я имею в виду, например, в Благовещенске, да, это было что-то такое странное. Сейчас, когда видите, кстати, как дети пишут зачастую в тетрадках, удивляетесь. Ну, потому что у нас действительно, я не знаю, преподавали это вам или нет, но у нас действительно следили за почерком. А сейчас как-то на это уже, мне кажется, все махнули рукой. Ну, я преподаватель, да, поэтому, когда я вижу и преподавателей иностранного языка, и когда я вижу, как некоторые дети пишут, это очень сложно прочитать. Это такая задачка иногда. Ну, вообще, была задача писать красиво в обычной жизни, когда вы этим занялись, или нет? Нет, у меня отвратительный почерк в жизни. До сих пор? Подождите, вы вот это можете писать, и у вас плохой... А это никак не взаимосвязано абсолютно. Абсолютно. Я не понимаю. Ну, просто идеально, господа. Вам, может быть, не так хорошо видно, мне это видно, но идеально это просто, это очень красиво. А в жизни можно писать каким-то вообще... Как угодно. Главное, чтобы вы могли прочесть. Так, мы сегодня с вами совершенно практическую направленность выбрали, да, мы попытаемся. Я, честно, всю жизнь мечтала заняться каллиграфией, леттерингом, и периодически я что-то пыталась даже делать. Но я прям такой абсолютно дилетант в этом деле. Что мы будем сегодня делать? Ну, мы создадим очень простую композицию, состоящую из одного слова, это будет слово «лето». Мы немножко так, с четырем, что называется, я сделаю небольшую... А, тут уже заготовочка. ...подготовочку, да. Почему это делается? Потому что нам нужно разметить, нам нужно разметить высоту букв, нам нужно найти центр и сделать такой скелетик. Поскольку мы ограничены во времени несколько, то я это немножко... Вот моя ручка точно не подойдет для этого, да? На самом деле, многие думают, что леттеринг – это что-то такое сложное, но... Да, можно обычной ручкой? Ручкой можно, можно карандашом, можно использовать фломастеры, маркеры, краски, все, что у вас под руку попадется. Вообще рисовать эскиз – это для начала вообще нормально, я так понимаю, да? Да, конечно. То есть вы же не садитесь сразу, не делаете композицию? Ну, можно сделать набросок или... Чаще всего это набросок, потому что, если вы делаете сразу композицию, у вас может она пойти вверх, вниз, что-то завалится, если не размечено заранее. То есть у нас есть вот такая вот, сейчас я вам покажу, заготовочка, то есть здесь карандашиком прочерчено. Но я сейчас опять вспомнила про прописи, да, по факту вот они прописи типичные, да, раздлиновали. Определенный наклон у нас есть. Так, я уже поняла, у меня тоже почерк, знаете, как у врача, со стажем, поэтому... Нет, не торопитесь немножко, да, возьмите сначала карандашик. У нас с вами есть так называемый скелет букв. Так, да. Мы будем делать композицию в стиле фальшивая каллиграфия. То есть мы еще не каллиграф, ну, допустим, профессиональные, но нам хочется сделать красиво. Ну, что-то каких-то мензелитов накрутить, да? Нам хочется сделать вот эти вот завитушечки, называются флориши. Мы их дорисуем и мы добавим толщину в нужных моментах, чтобы это смотрелось более объемно. Так, я могу это как-то вообще произвольно делать, да, толщину? На самом деле нет. Так, господа, тут сплошные правила, понимаете, вообще все непросто. То есть нам нужно добавить в некоторых местах, добавить толщину букв. То есть, Евгения, у вас есть наметочки, вот вы должны в буковке L по вертикали, когда мы вниз идем, у нас будет чуть потолще. Я вот просто беру и утолщаю линии, да? Да, вы утолщаете. У буквы Е, слоэлета, тоже вы делаете. Надо вот как-то на это. Ну, вы можете не закажите, потому что вы потом будете использовать фломастер. Так, все поняла. У буквы Е. Я смотрю, вы там уже какие-то хвостики навертели. Я могу тоже, да, какие-то? Да, вы можете вертеть хвостики. Есть некоторые примеры. Вот эти хвостики, это фломастеры как раз. Ой, можно я покажу как раз нашему оператору тоже? Потому что есть вот такие у нас заготовочки, каким образом можно имитировать каллиграфии вот такие вот хвосты, красивые, буквам наверчивать. Ну, мне кажется, это прям, у меня так получится? Конечно. Вы считаете? Конечно, получится. Так, ладно, хорошо. В общем, я могу что-то попытаться из этого повторить, да? Ладно. Вот скажите вообще, откуда к нам пришла каллиграфия и леттеринг, знаете? То есть это вообще давно же существует? Ну, конечно. Ну, на самом деле, когда мы, нам вдруг нечего было делать на уроках, мы же на полях рисовали всякие штучки, вы рисовали? Да, рисовали. Вот вы занимались леттерингом, мы просто не знали об этом. А вообще слово леттеринг происходит от слова letter, буква, то есть это написание, красивое написание букв. У вас отлично получается, Евгения. Я просто вот импровизирую уже. Хорошо. Какой хвост можно еще сделать? Да, вы можете еще немножко вот сюда вот завернуть его, ой, извините. Да, чтобы он в виде такой восьмерки, бесконечности был. Мы стараемся, чтобы вот эти вот части были... Законченность какая-то была, да? Да, законченность, и чтобы все, что было как-то в стиле. Симметричненько было. Сейчас мы это сделаем. Ну, в общем, в принципе, ты берешь буквы, да, по факту, рисуешь именно так, как это было у нас в прописях. А, кстати, вы прописи рекомендуете использовать? Там же тоже есть уже красивые прописанные буквы для того, чтобы руку набивать. Вот ее же надо как-то приучать. Есть специальные прописи, есть специальные прописи, и можно их покупать, да, скачивать и использовать. Вот сколько вы уже часов таких нарисовали? Вы считали хотя бы примерно? Сколько вы каждый день занимаетесь, например, этим? На самом деле не всегда получается каждый день заниматься, но я стараюсь выделить времечко. Ну, чтобы у вас более-менее что-то стало получаться, нужно взять такой вот рулон кальки и списать весь, и тогда у вас все будет хорошо. Ну, особенно это каллиграфия касается. Ничего себе! Да. Рулоны списать? Не знаю, насколько у меня будет время, чтобы это столько сделать. И вам нужно стремиться, чтобы толщина букв была одинаковой от этих элементов. Ага. Да. Так, вот я уже с буквой Т начинаю мучиться. То есть мы стремимся с размерностью. Вы можете подлететь чуть-чуть. То есть я поняла, что это, да, это не так просто на самом деле, ты должен понять, где утолщать эту линию. Но вот когда ты пишешь пером, там же естественное утолщение получается, но это сложнее, правильно? Да, это несколько сложнее за счет того, что вы можете где-нибудь капнуть, и вам придется переписывать все. Так, то есть там не прокатит вот так вот с эскизами, ничего уже не сделаешь. Можно наметить чуть-чуть. Можно? Можно наметить, но все равно это более рисковое. Ну, посоветуйте новичкам с чего начинать. Начинайте с леттеринга, потому что в леттеринге можно подправить. Можно найти в сети какие-то работы, которые вас вдохновляют, и начать с копирования. Если вы потом планируете это где-то запостить, вы, конечно, напишите, кем вы вдохновлялись. Вот, обязательно. И сначала копирование, потом можно посмотреть разные элементы у разных авторов, и потихонечку у вас выработается свой определенный вкус, стиль. Вообще мне интересно, этим можно зарабатывать на жизнь? Конечно, можно проводить мастер-классы, можно делать постеры на заказ. Так что вполне. Варианты есть, да? Да, можно делать какие-то приглашения поздравительные. Штуки, да? То есть, в принципе, есть такие варианты. Ну что, я примерно, мы, конечно, не сможем сегодня еще и фломастерами раскрасить, у вас, к сожалению, действительно немного времени, но то, что я уже наделала, это хотя бы как-то похоже на леттеринг, но хотя бы маленечко. Отлично выглядит. Правда? Конечно. Так, можно я тогда похвастаюсь тоже зрителям? Вот, в принципе, при небольшом старании, знаете, это действительно похоже на какое-то школьное задание такое, и вот я этим сейчас с удовольствием позанималась под руководством Екатерины Осиповой, леттера и каллиграфа уже с таким многолетним стажем. Можно так вас представлять. Екатерина, спасибо большое, что украсили нашу программу, я точно получила невероятное удовольствие, я надеюсь, что вы тоже, наши уважаемые зрители, вдохновитесь и будете вот так красивым почерком вводить буковки хотя бы иногда. Есть же такая задача у вас? Конечно. Научить всех. Конечно. Ну, здорово. Спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо вам. Наше утро подошло к концу, но не спешите переключать канал, потому что мои коллеги подготовили много интересных программ, и дальше вы их увидите в эфире. А я, Евгения Монакова, прощаюсь с вами и по традиции желаю прекрасного дня, чудесного настроения, заряда бодрости энергии, которые будут сопровождать вас не только сегодня, но и в течение всей рабочей недели. Ну, а мы с вами еще обязательно увидимся в эфире Амурского областного телевидения. До скорой встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»